В законодательном собрании парламентарии рассмотрели 17 вопросов, в числе которых было внесение изменений в закон Ульяновской области о профилактике алкоголизма на территории Ульяновской области. Закон предусматривает открытие медвотрезвителей в нашем регионе. Для чего это нужно? Во-первых, это будет выполнение федерального закона номер 184, и все органы власти должны обеспечить безопасность людей. Мы не будем осуждать каждого человека, причину его, который сам себя привел. Но будет создаваться на бюджетные областные средства, и посредственно учреждения в проекте бюджета денежных средств пока не предусмотрено, но при первых поправках эти денежные средства в сумме 12,5 миллионов будут предусмотрены. Новый закон предусматривает введение должности врача-фельдшера и медицинской сестры в отрезвителях. На территории одного такого учреждения создадут 20 койко-мест для пациентов. Сейчас речь идет о создании одного медвотрезвителя непосредственно в Ульяновске, на базе областной наркологической больницы. Далее возможно создание учреждений в муниципальных образованиях. Фактически есть 184 ФЗ, в рамках которого полномочия по организации вытрезвителей перенесены на уровень субъектов, то есть фактически на уровень правительства Ульяновской области. В рамках этого мы должны сделать вытрезвитель для лиц, не требующих медицинской помощи. Среднее время нахождения вытрезвителя составляет от 6 до 12 часов. Данные за предыдущие годы порядка 200 человек в год требовали подобную помощь. На заседание также внесли изменения в закон Ульяновской области о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату коммунальных услуг. Получение услуги теперь станет доступнее и проще в связи с организацией электронного межведомственного взаимодействия. Закон предусматривает предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, особо нуждающимся в поддержке государства гражданам, это одинокие пенсионеры, дети-сироты. Если размер расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышает величину, равно 10% среднемесячного совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина. Один из законов, принятых на заседании, касался регулирования земельных отношений в Ульяновской области. Закон предполагает отнесение к масштабным инвестиционным проектам заправочных станций транспортных средств природным газом. Принятие закона об условии необходимости расширения масштабов строительства на территории региона объектов заправочных комплексов природным газом, а также определение дополнительных инструментов для достижения показателей, установленных государственной программой Российской Федерации развития энергетики. Завершая последнее в 2021 году заседание, его председатель Валерий Малышев подвел итоги работы областного парламента за второе полугодие. Во втором полугодии мы провели 10 заседаний, за год с нарастающим итогом 18. Но если суммировать за все наши годы, нашего созыва, начиная с 18-го, то цифра перед вами идет 51 заседание. С учетом этого заседания за 6 последних месяцев рассмотрено 413 вопросов, принято 86 региональных законов. Главный фундаментальный закон каждого года в бюджете мы приняли 10 дней назад. Валерий Малышев поблагодарил депутатов и членов правительства за продуктивную работу над совершенствованием законодательства Ульяновской области на благо жителей нашего региона. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ